К сожалению, опрос показал, что больше половины из вас хорошо знакомы с этим ядом в виде пива, вина и водки. Но мало кто знает, как его делают, а я знаю и с удовольствием расскажу. Люди научились делать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Брали сосуд и в сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали внутрь сока дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, вот у ней рот, вот она поедает сахар. А сзади, из-под хвоста, из клоаки, у ней как раз выходит этиловый спирт, С2Н5ОН. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Ну, по-научному, экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся, мочатся мочой. И когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, они в собственном дерьме захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, в Москве на всех углах его продают. А если два года отстаивают, отсаживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло уже называется вино сухое марочное. Стоит два раза дороже, орден прилепят, медаль. И, конечно, сбывается оно намного успешней. Очень многие люди, особенно девушки, молодые женщины, почему-то любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю. И тоже с удовольствием расскажу. Я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку и заливают в нее букет виноградных соков в пяти разных сортов. Основной сорт винограда – шампань. В зависимости от их соотношения этих соков получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брюд. Пять сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи и время на бутылку забивают специальной деревянной пробкой. А у них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен выставлено отверстие для бутылок. И вот они новый рожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольне плюс 14 градусов. Зимой, летом не меняется. И два года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. И когда через два года процесс уже подходит к концу и пора план выполнять, они открывают эту штольню и закатывают туда мощный прожектор. И врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют. Нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти вот газы. Как он пьяница, выпьет шампанского, как они ему в нос шибанут. Но совсем ему от этого хорошо.